друзья всем огромный привет сегодня поработал с таким вот клеем клей титан сделаем из него супер мощное покрытие для дерева для природного камня и для всего что на что можно нанести это средство если вам интересно как я это сделал давайте посмотрим видео поехали друзья на это средство подсказал мне из этого клея сделать один мой подписчик не знаю подписчиками нет владимир волчанов спасибо вам большое давайте попробуем и все-таки узнаем настолько ли она хорошо мне просил донести это в люди проверено временем 20 лет как всегда берем пластиковый стакан и будем наливать туда наш клей я блудилась все опять же на глаз теперь берем ацетон наливаем наш клей и перемешиваем перемешивается очень хорошо то есть можно вот прям жидким жидким сделать мы сейчас чуть-чуть пожиже сделаем 1 получается такая вот жидкая субстанция это полимерный клей разбавленный ацетоном и добавим для цвета обычный колер хотя мне советовал добавлять к метро краску автомобильную и хорошенечко перемешиваем сейчас сделаем еще одну но только немножко погуще сделаем один к одному также перемешаем получилось где-то 14 а здесь один к одному возьмем с вами обычную доску не обрезную сделаем разметим ее пополам это средство прям можно я думаю наносить вот таким вот образом я просто протестировать в каком составе будет лучше держаться то есть здесь вон и щели есть все залили мы будем при помощи кисти наносить она более жидкая мы и несколько слоев можем нанести теперь возьмем с вами пеноблок и также нанесем сначала жидкий состав кистью когда жиденький вообще расход небольшой вот здесь самое интересное будет она работать вот как нужно увидеть как хорошо впитывает то есть можно уже следующий слой почти из почти сразу наносить реакция такая идет видите пузырьки воздух выходит на впитывается пока мы здесь наносили здесь уже почти он некоторых местах подпиталась можно будет как раз нанести еще один слой ну и также нанесем наш более густой как помните я сделал пенс пенопластом пенопласт показал что вы в ацетоне держится очень плохо а вот растворитель и всело ли очень хорошо посмотрим как это будет на пористой поверхности я вот так вот даже линию соприкосновения оставлю чтобы был промежуток также этим составом можно покрывать дикий камень прямо так вот полосочку и наш состав более густой который также хорошо этим средством покрывать шифер старый зачистить можно и покрыть добавлением разных колеров там нитрокрасок старых вы давайте уж раз пошло такое дело попробуем его на металле также попробую выкрасить не обезжиренное ничего посмотрим как она будет держаться на металле оставляем это подсохнуть с вами посмотрим что же из этого получится сразу сказать сохнет довольно таки быстро на деревяшке уже не так местах уже даже не липнет вот здесь немножечко подлипает я думаю это два три часа максимум что оставались остатки насыпал обычной затирки от плитки думаю попробовать что будет и покроем сейчас деревяшку со всех сторон роста ради интереса такая она густоватая можно было бы конечно немножко может под разбавить мы будем делать так как есть довольно пластичная получается можно носить даже кистью эти хорошо прям наносится то есть можно добавлять наверное цемент друзья прошло у нас ровно два часа сейчас мы пока уберем сторонку начнем по порядку как и начинали начнем с деревянку то есть смотрите покрытие такое можно еще сейчас нанести и она высохнет более более поры попитаются вот 50 на 50 все поры практически закрыты ну корябаться сильно не корябает здесь просто проминается дерево и у все так тоже у нас водой ну с водой как мы видим все в порядке вода скатывается и также я думаю то же самое и здесь вода не впитывается окей это отлично пеноблок гладенькая поверхность здесь присутствует вот небольшие пузыри кисть это видимо быстро сохло и воздуху не было к одеваться на 5 корябается конечно будет корябаться один к одному тоже хорошо держится прям на того до бетона только только добрался нужно хорошо приложить силы здесь просто здесь тоже сам нужно хорошо приложить силы что проковырять но с водой понятно также ничего не впитывает вода просто скатывается да ну и здесь аналогично что у нас было бы просто видите да вода сразу впиталась и все моментом то есть никуда она не уходит а просто впиталась здесь сейчас протереть и будет все сухое вариант для блоков тоже отличный на диком камень смотрите мокрый эффект был такой получается ну и покрытие такое я думаю тоже будет крепко тут вот можно доковыряться конечно но это механическую силу не аду покрытие не выдержит но тем не менее да как бы если просто вода здесь видите как корябается прям элементарно то здесь даже сил не прикладываю здесь смотрите как результат конечно это просто коряб корябнуто но не до камня естественно тоже влага я так понимаю впитываться не будет если здесь на по-другому то здесь на просто сам собирается да как вот разница здесь можно потереть и будет мокрая здесь мокрое не будет вытрем и вот тут сразу видно где вот был промежуток не прокрашена сразу видно что мокрое здесь же просто напасть наше покрытие то есть супер на металле смотрим он не был у нас обезжирен ничего просто вот но держится хочу сказать довольно нормально держится то я не до ковырял до металла просто взъершил то есть прям четко ну и вода естественно тоже будет не будет собираться да как бы видим такой эффект сушки тема интересная класс мне было интересно раствор который был замешан затиркой смотрите просто дерево промялось сам раствор не снизу не слезает лучше немножко тянется потому что видимо мало времени но тем не менее он не уходит просто поминается и все вот так вот на число прям стакан с водой мы все четко здесь вот там около потому что не было обработано здесь ничего не намокло прям класс друзья на нас вами получилось такой вот небольшой ролик результатом я очень доволен покрытие получается шикарная крепкая и износостойкая надеюсь вам ролик понравился владимир как и обещал до людей донес надеюсь было полезно и многим из вас понравится если понравилось обязательно палец вверх поделитесь этим роликом в своих социальных сетях отправьте друзьям пускай посмотрят давайте покажем как можно больше народу вам хочу сказать огромное спасибо что смотрите что поддерживаете вам крепко жму руку желаю крепкого крепкого здоровья всего самых хорошего до новых встреч пока пока